Когда мы познакомились, то мы, конечно, были уверены, что мы никогда не расстанемся. Я в некотором смысле, может, переступлю перед себя. Ну а что такое? Жизнь создана из компромисса. Жизнь – это компромисс. В семье, среди людей, в компании – это компромисс. Мы разные люди, взрослые люди со своими мнениями. У меня эта гиперактивность, допустим, в компании, она конструктивная во многом, потому что я организую, потому что я веду, потому что я решаю. Но при этом она, и у нее есть деструктивная сторона, потому что люди, например, которые гораздо спокойнее, другого темперамента, я там в какой-то момент достаю просто, потому что я слишком много движений в минуту делаю, в принципе. Это вы тут все евреи, я-то русский. Нет, вы здесь евреи. Вы тут обязаны быть евреями. А я не обязан быть евреем, я уже там живу. Плюнуть можем мы плагону в рожу, Видимый философ, средний он, другит. Истинно друзей ему дороже. Просто он не знал друзей таких. У меня, например, больная тема – это чистота. Ну да, я повернутый на чистоте. Повернутый. Я понимаю, что это, в некотором смысле, какое-то болезненное состояние. Там у меня там, я же говорю, что если я сунул руку в сумку, и у меня нету кошелька в том, в кармане, в котором должен лежать, если я его потерял, потому что он не может лежать в другом. А на самом деле это просто Юлька вынимал и положил его в другое отделение, или положил его вверх ногами, например, кошелек должен всегда лежать вот так, а он лежит вот так, открытой стороной. Значит, я точно знаю, что это не я его положил. Я точно знаю, что у меня на столе там карандаш справа, ластик слева, а вот это вот раз лежать и два тика. Расставание над нами невластное, расстояние над нами невластное, волнуюсь. И я вот напоследок процитирую строчку из стихотворения нашего общего друга «Сам не придумал, чтобы другое». Когда все уезжали, я написал замечательную строчку «Пограничная служба, маски каменных лиц, говорят только дружба, не умеют границ».